Народная мудрость гласит, где родился, там и пригодился. И есть в этом своя правда. Ведь вместо того, чтобы тратить силы, время и деньги на дорогу, скажем, до Москвы, жители Ленинского района могли бы найти себе предназначение рядом с домом. Закончив школу, пойти отучиться в профессиональном образовательном учреждении, а после работать здесь же, в муниципалитете. И зарплату получать, даже если меньше, чем в столице, то ненамного. Эту тему затронули во время проведения круглого стола в администрации, где глава района встретился с представителями колледжа Москвы и субъектов экономики. Для нас было важно сегодня на круглом столе привлечь работодателей, которые расположены на территории нашего района, заинтересовать их, первое, по привлечению к себе в качестве кадров, молодых специалистов, выпускников колледжа. И вторая задача – это помочь нашим работодателям найти либо степень повышения квалификации, либо какие-то новые специализации внедрить в том же колледже для того, чтобы подготовить новых специалистов. Профессиональный колледж в Москве был выбран не случайно. Ежегодно он выпускает порядка 180 специалистов высокого класса. Учебное заведение осуществляет подготовку специалистов среднего звена по разным специальностям. На сегодняшний день колледж уже сотрудничает с рядом престижных организаций, но стремится, предоставляет своим выпускникам больше выбор. С 2010 года мы тесно сотрудничаем с московским аэропортом Домодедова в рамках подготовки специалистов для этого предприятия. Достаточно долгие и плодотворные отношения. Мы отразили в нашем выступлении всю специфику нашего образовательного учреждения. Предприятия, думаю, что заинтересовались нашими специальностями. Было очень много вопросов по специфике нашего колледжа, по подготовке специалистов нашей образовательной организации. Надеемся на плодотворное сотрудничество с крупными предприятиями Ленинского района. Разговор в основном шел о подготовке кадров узкого профиля, о специальностях которых пока еще нет в колледже. А представителям московского газоперерабатывающего завода, который, как и сам колледж, находится в поселке Развилка, было интересно заочное обучение, чтобы сотрудники смогли и работать, и обучаться. Так сказать, повышать квалификацию без отрыва от производства. У нас все-таки узкая специализация. Переработка газа достаточно редкие профессии, такие как испытатели баллонов, наполнители, управщики ОГНКС, аппаратчики очистки газа. Вот такие вот узкие специальности. Поэтому вопрос возникает такой. Берем мы на работу, допустим, с образованием, ну, слесарь, сантехник, и стараемся его научить тем профессиям, которые нам нужны. Таким образом, благодаря тесному взаимодействию колледжа с администрацией Ленинского района, у молодежи появится возможность иметь интересную работу, хорошо зарабатывать, а что самое главное, делать все это рядом с домом. Юлия Погосян, Владимир Бижонов, Анастасия Нурхонова. Видно этого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова